друзья добрый вечер а уже вечер хороший вечер особенно на улице очень темно сегодня смеркаться начала уже сумерки такие начались уже где-то часа три наверное дня я смотрю уже темно еще сегодня у нас такой снег он не хлопьями а такой вот он мелкий мелкий снег вот такой косой ветер в общем на улице не очень уже все потемнело хотя время 4 часа в общем темно темно у меня уже сделано тесто на трубочке я пока тут ролик помонтировала ну пока вернее в youtube выгрузила пока то все ребята вот у меня тут сырничков поели кирилл пришел у меня подходит уже тесто все у меня сделано тесто сейчас я смажу эти формы они остывали в духовке духовку я уже накрыла фольгой оставали в духовке они тепленькие тесто в них не сварится пока все делаю сейчас я пока это все уберу сейчас смажу так сейчас я смажу их так мне нужно вот не знаю как я его буду делить но я вообще-то взвешиваю формочки сейчас я их смажу по-хорошему у меня и руки будут масляные вот они вот дно как будто немножко немножко слегка пористая совсем чуть-чуть наверно вот верха сделаю ой какие они малюсенькие неужели хлебные формы такие прямо даже и не верится как ката мне вчера говорит о говорит мама точно такие же формы говорит я у бабушки увидела говорит под цветы я видела так теперь я наверно солью это на руку друзья мои очки ябочка ничего не вижу так ничего все вроде тут показалось что так все это тоже сюда я запачкала все таки с другой стороны ну ладно так и сейчас она и сейчас мне что мне надо сделать и у меня нет помощников помощники мне нужны ну ладно я сейчас это тесто как говорится тесто обомну чтобы у меня масло лишнее сошло мне надо весы я хочу взвесить все-таки форму взвесить пополам сколько выйдет тесто а весы я не поставила поставим сейчас ничего страшного будем сейчас все делить тут пополам так конечно разделю то я может и на глазок вот у меня такое тесто она будет снова подниматься формочках еще пока духовку я включать не буду она теплая потому что все равно буду печеного будет им тут тесто это тепло будет так что думаю сейчас я уберу так сама формочка у нас весит пятьсот девяносто три грамма и посмотрим сколько у нас тут будет в ней тесто ну примерно пополам пополам все ну-ка может еще немножечко обминаем укладываем 465 грамм здесь наверно форма немножечко поменьше что ли может быть разные на какие-то граммы там 10 грамм здесь наверно у меня тесто много здесь у меня тесто друзья мои много 600 грамм хотя бы сделать поменьше немножко я хочу все равно сделать 570 хотя бы выровнять надо было бы тесто конечно взвесить взвесить вернее вот видите на 17 грамм вот та форма у меня поменьше показывает 1617 так ну ка так 546 553 нормально все хорошо так сейчас я ставлю эти формочки вот они меня пусть стоят все прекрасно не буду сейчас жирными руками друзья мои трогать телефон потом покажу как они у нас хлебушек поднимется это сразу в мойку у меня здесь посуду уже город и сковородка не намыла пациенты из подсердников и кастрюлька я топила масло так так рук я полосну и начну работать надо выпекать надо выпекать надо выпекать надо выпекать порошки накрыть мне нужно чистым полотенцем мне надо вот оно у меня мне надо накрыть форму это то у меня ага теперь у меня руки чистые так накрыла у меня тесто пусть будет так я еще полотенцем прикрою и нормально все не упади все так вот сделаем сынечки мне нужно переложить конечно бы в другую тарелочку которая поменьше убрать большую она мне тоже может пригодиться так сейчас друзья мои приготовление у меня конечно ну в принципе я буду печь все равно вы знаете как я их пеку знаете давно уже этот рецепт трубочек так тут надо мне накрыть вот откуда этой посуде ну не избавишься от нее постоянно посуда 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 ну сейчас мыть не буду сначала вот напеку а потом уже буду мыть сейчас не буду сейчас не до этого мне я уже взялась так это я буду заворачивать трубочки сюда класть весы мне не понадобится и где у меня форма форма у меня здесь формочка моя все друзья мои накрываю разогреваю все застелила и слава богу темно у меня стало я не знаю надо лампы надо чтоб Коля мне одну лампу вынул и идти в магазин уже с готовой лампой потому что пришли а там вроде бы лампы другие не были в этом в меге в меге обычно берем в прошлый раз не было и вот смотрю у меня уже появилась пыль наверху на шкафу над вытяжкой недавно я ее убирала вот все я ее сейчас увидела и покоя мне не будет это мне сейчас надо печь сейчас уже не полезу туда с тряпкой и убирать вот берет вот откуда это все дело берется мучная пыль конечно тоже друзья мои дает о себе знать что тут говорить людей даже оливки на нее у меня кстати сейчас вот начались морозы я уже чувствую что у меня руки стали сильно шелушиться у меня шелушатся от муки здесь вот где вот пальцы где ногти скоро я снова начну работать замешивать тесто в перчатках иначе не как один раз тесто замешаешь и руки потом вообще не знаю как у жабы становится честное слово хоть каким кремом кремом много разного у Коли на работе выдают крем у нас тоже в водоканале выдавали крем такой хороший он дешевый наверное этот крем но и запах у него приятный и вот его трешь 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 потом он резко как-то впитывается и все руки сухие можно и в ноги его использовать даже лицо можно и мазать хороший крем но я такой человек я же забываю что надо им пользоваться вот так вот мне Катя еще когда говорила следи мама надо каждый вечер или каждый день кутикулу нужно эту обрабатывать думаете я ее обрабатываю вообще нитка как кутикула сзади набегаешься я смотрю в камеру у меня такое чувство как будто здесь кухон волос седой нет вроде нет вроде бы показалось совсем скажу уже ку-ку призывая ну ладно все мы иногда бываем ку-ку так все дела какие-то все какие-то дела работала так было хорошо да никаких дел все успевала ну что сейчас я буду печь я хочу воды Тимуля у нас дневной сон так и не улегся я ничего и не записывала думаю у меня Тимулька сейчас будет спать от чего я буду шуметь быстренько тесто замешала вот это тоже тесто тут миксер вообще работает ну тут этот планетарный ну здесь ручной не такая жужжалка нет прыгают по дивану пошла его кушать подогрела говорю Кат может поесть он посмотрим сколько у меня уйдет времени на две порции на эти трубочки у меня будет подниматься тесто где-то может но может минут 20 потому что тепло ну и выпечку я поставлю а там уже Катя его вынет этот хлеб не знаю получится у нее вынуть из формы этот хлеб собиралась я выйти не знаю выйду или нет Коля говорит я луку могу и сам зайти купить а мне на вал берез надо меня конечно не припирает еще но надо я уже хочу сходить сама да и вообще воздухом надо решать я вчера никуда не выходила ни вчера ни позавчера да позавчера у нас что было суббота никуда я не вышла в пятницу вот Сашу привела и все сейчас кстати что-то Настя звонила чего звонила она сегодня не должна мне сказать что забери ребенка потому что она должна быть на выходном так ну что давай нагревайся надо нам посиделки друзья мои устроить посидеть у меня в комнате как-то вечерок сегодня это точно нет все поболтать хочу что вот говорила вам на какую тему сегодня нет сегодня сделаю трубочки потом сделаю фарш он у меня готовый нужно туда лук нужно все приправы для пельменей мне надо сделать пельмени немножечко это два замеса теста у меня килограмм фарша там выйдет два с половиной килограмм пельменей всего обед у меня вернее ужин слава богу есть вчерашнего все осталось в общем то и сегодня хочу в ванной пораньше спать получится или нет как говорится загад не бывает богат я каждый раз что-нибудь назагадываю каждый раз у меня не получается из-за самой себя никто мне не мешает из-за самой себя ну что начнем вот постояла немножко теста она она когда вот постоит его сделаешь его же вливаешь растопленный маргарин в него если сразу выпекаешь вот сразу же то а тесто жидкое ну немножечко постоит там или маргарин или масло оно все равно чуть-чуть застывает вот я говорю я все вспоминаю эту женщину как она вот пекла эти трубочки в детском саду на этом на перерыве на тихом часе она их пекла никогда не забуду я впервые увидела тогда трубочки и впервые я увидела электрическую вафельницу вот она пекла тогда ну да электрическую потому что у нас ни газа ничего не было ни на печке да да электрическую точно помню в яслях которые я вам кстати показывала ясли когда ездили в пенегу вот первые ясельки я вам показала у дороги там сейчас кто-то часть них живет вот тогда вот она сказала что если подержать немножко в холодильнике то оно подостынет чуть-чуть и уже будет легче наливаться а так с горячим маслом оно жидкое в общем каких только нюансов нет да чего только нет каким чудом она тогда раздобыла эту вафельницу их не было нигде ну по крайней мере в пенеге потом уже у цветови я увидела вот эти вот вафельницы так ну что начнем 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 она конечно здесь можно сразу не сматывать сейчас мы попробуем сначала значит зарядить ее вот так вот да заряжаешь а потом уже трубочку смотать ну первая трубочка у нас всегда получается зажаристая у меня стало прилипать один край стал прилипать и хоть и антипригарное покрытие вроде я и чистила все одинаково все и промазывала все равно прилипает где-то вот что-то не дает я все время поправляю не знаю почему и маслом делала и прочищала там все вот эти плеточки все делала губкой аккуратненько чтобы не порезать почему-то прилипать стала вообще трубочка вот вот вроде бы все прогревается а вот бывают такие вот аварии ну такие аварии у меня конечно же это будет для себя обвязать вот видите прилипает вот что такое сейчас я попробую немножечко смазать это я уберу немножко я смажу маслом бывает и такое друзья мои не хочу скрывать так и есть чуть а у меня где-то вон там есть чуть-чуть совсем смажу все вот чистенькая ведь она была чистенькая вот посмотрим бывает и такое всякое бывает все равно идеально никогда ничего не бывает ни у кого так вот видите одна сторона хорошо а вторая что-то стала подводить не знаю почему затвердила уже наша трубочка это пойдет к чаю беру сейчас ее на краешек тарелочки вон к сырникам чтобы не мешалось мне и приходится вот так снимать аккуратно сейчас попробуем завернуть после того как вот прижмем эту трубочку насколько это будет быстро застывать она конечно же сворачивается друзья мои но рекомендую я вам все-таки заворачивать сразу потому что все она уже твердеет пожалуйста мне надо их сделать с кремом давай сегодня пожалуйста без аварий я буду делать завтра потому что трубочки заберут тоже завтра а крем мокрое безе оно все равно покрывается корочкой немножечко если долго стоит я пробовала крем сюда сгущенку с лимонкой делать есть такой крем сгущенное молоко и лимон хороший очень вкусный крем но из трубочек он все равно вытекает это надо держать в холодильнике либо трубочки держать как-то стоя что конечно же не всегда получается но я делала я помню точно что делала и как-то много делала в холодильнике держала вот так пеку на масле хотя трубочки эти можно было бы испечь на маргарине здесь тесто другое и трубочки можно печь на маргарине даже на хозяюшке вот орешки нет трубочки можно структура теста получается другая орешки больше на хозяюшке не буду и надо жирный брать маргарин что-то с хозяюшкой не то делается раньше вообще был какой маргарин да помните был маргарин 250 такой брусок 250 грамм прямоугольничек такой маленький кирпичик даже как кубик вернее даже кубик прямоугольный такой кусочек кубик то он квадратный в общем вы понимаете да что вот все стороны то они эти одинаковые длина только разная мы все на маргарине делали как-то я помню даже бабушка почему нет масло у нас конечно в Новомичуринске было да масло было но я помню даже бабушка маргарином пользовалась частенько а у меня моя знакомая в Каргополе ну когда вот такие тоже времена то были не очень ну уже начали потихоньку зарплату давать в магазинах что-то в магазинах раньше начало все появляться дефицит закончился зарплата не стала и вот она говорит я каждый раз она открыла холодильник я смотрю у нее прям батарея маргарина прям целая батарея маргарина вот она говорит у меня уже это в привычку говорит каждый раз как я иду домой захожу в магазин я все время покупаю пачку маргарина пусть говорит стоит пригодится потому что все равно мы масло оно конечно было недорогое масло было доступное в Каргополе ну вот маргарином пользовались вы как помните эти воймиксы дурацкие были и все равно мы их брали воймиксы эту раму брали какой херней настолько не кормили друзья мои а мы ели этот воймикс а что делать и он нам казался такой мягкий такой вкусный да а потом кто-то вообще стал говорить что его делают из нефти вот во времена то были юбки да зубка вспомнишь юбки зубка даже помню рекламу прекрасно помню я работала в частном магазинчике тоже все брали мы ну вот буду прикладывать мне надо противень взять и на противень складывать трубочки ну вот видите что такое вот одна сторона вот что с ней делается чего не нравится тебе что-то с антипригаркой делается плохо если я лишусь этой формы очень плохо она мне как раз по объему самое то у меня есть старая старая форма ну еще от бывшей свекрови она оставила мне тогда или дала а я ее потом не отдала и она у меня была годами потом эта форма она поменьше тут уже и ручки-то переделаны я даже наверное ее показывала где она у меня правда не помню но не выкинула я ее точно такие вещи не выкидываю где-то лежит убрана где-то вот вот так она вот видите что такое с одной стороной делается и главное бывает такое бывает а в другой раз делаешь ничего не прилипает вот сейчас я напеку так не хотела застилать вот видите жир между прочим так не выделяется как с орешков такого нет единственное что я где-то может капнуть могу но это не критично было бы если бы даже я не застелила фольгой нигде жир не течет совершенно а с орешков течет сейчас посчитаем сколько у нас выйдет трубочек и у меня тесто сейчас мне надо посмотреть тесто на какой паре оно у меня уже в формах может быть мне уже пора включать духовку вот прижимаем их друг к другу чтобы они не делались плоские надо мне сейчас противень постелить мне мало этих тарелок друг на друга сейчас горячие их не складешь хоть они и застывают у меня конечно есть еще тарелочки вот видите какая она пока вот какая она жиденькая получилась вот так прижмешь ее она постоит она застынет уже сильно тоже их не надо закручивать потому что все таки что думать такая жидкая все таки будет там крем вот так вот можно подправить какое время пока она горячая можно подправить вроде бы ничего вроде бы и получается так ай какие горячие я конечно вот эти вот это вот я люблю делать в перчатках чтобы было не горячо друзья мои мне звонят и скорее всего из больницы так друзья мои это снова я продолжаю печь трубочки посмотрела я тесто еще не очень оно у меня поднялось поднялось но еще чуть-чуть совсем поэтому я включила духовку я имею ввиду вот формочках тесто я включила духовку на 180-185 градусов потому что становится теплее тесто сейчас подниматься начнет а у меня еще духовка холодная и очень мне интересно как все таки этот хлеб у меня потом будет из формы выниматься вот прям совсем интересно обязательно это сниму на видео покажу кто бы мне сказал конечно когда то что я буду хлеб печь дома сама или что-то на продажу делать даже в голову такое не приходило а хлеб так вообще ладно там трубочки печь я умею чуть ли не с детства да а вот чтобы хлеб я выпекала дома так это не знаю вообще я думала что это настолько сложно что у меня это никогда просто никогда не получится и да и вообще зачем мне это надо вот так вот жизнь да не знаешь чем ты завтра будешь заниматься живешь живешь да и не знаю что тебя ожидает так ну что у меня трубочки у меня пекутся вроде бы все хорошо сейчас я это вот уберу лишнее отсюда так противень у меня там чистенький сейчас я его приготовлю он маленький и чистенький вот такой вот он у меня я вам показывала его так так как я мечтаю о большом-большом столе большой стол большая кухня чтобы как начала пельмени то делать да как развернулась ух ну что помечтаем ничего так потому что места мне мало иногда я понимаю конечно что может быть я и зря сейчас говорю иногда у меня просто раздражение когда я что-то делаю заходят мне мешают хотя я же здесь не одна живу да я вот так вот себя может веду как эгоистка но меня прямо раздражает что мне мешают все и не дают мне тут быть одной целый день а была бы вот побольше бы кухонька то вот вот нет наказания то опять я прижму сейчас была бы кухонька побольше да делай вон на своем краю стола со своими прибамбасами там с миксерами с трубками вот так вот я вообще не знаю когда строились дома раньше вообще соображали люди нет что какие вы делаете кухни ну раньше видите строили чтобы каждый каждой семье по квартире вот это была цель это была цель помните что коммуналки начали расселять ну так и не расселили конечно до сих пор но все равно для людей старались люди работали да за квартиру работали так вот поэтому может быть но все равно уж кухня то всегда должна быть большая что там и говорить так ну что сейчас я вас переложу вы остынете у меня подружки мои подружки веселушки так хочется конечно дальше идти хочется научиться делать красивые торты научиться их украшать но тоже боюсь боюсь что не получится хочется научиться вот белково-заварной крем делать и вроде бы смотришь вот эти все мастер-классы вроде бы понятно но начинаешь делать не знаю может быть ну сейчас ладно сейчас у меня тут миксер вспомнила про миксер так и не узнала я про венчик вот вроде бы все рассказано красиво понятно нет выпекать да выпекать можно есть такие люди которые действительно показывают что это у тебя должно получиться ты знаешь как это сделать особенно вот старые рецепты которые мы пробуем там вообще всегда они удаются а вот кремы ну вот крем я делала по-моему я крем сырный же делала тортик у меня есть он очень легко делается из творожного сыра вот который идет на роллы я сыр то покупала на кремы хороший сыр делала крем я даже вот сейчас не помню как его делать но по крайней мере у меня на канале он есть такой у меня тортик получился с розочками бисквит вот тоже тоже не могла раньше бисквит испечь вроде бы что такое да бисквит испечь легко я вот помню у меня у бывшей свекрови была подруга я не знаю сейчас она в живых есть она нет наукате спросить очень приличная такая культурная женщина воспитанная вот знаете такое чувство что она пришла из тех времен такая она седая красивая здесь представляете да курточка с жабо с брошкой вот такая вот представляете вот ну леди и вот и все время приходила у меня к свекрови на пасху ну она всегда бывала частенько бывала она перевезла по мне даже в архангельск но когда она бывала к Каргополе но на Пасху она вообще каждый год приходила сколько было Пасх столько я ее не помню и с пустыми руками она не приходила она всегда приносила с собой кулич. Он был, наверное, самым лучшим куличом в жизни, который я пробовала. И она говорит, что его печь, я говорю, сложно печь, там вообще, наверное, ну я вообще-то не понимала, как пекутся. Наверное, духовку-то нельзя открыть. Она говорит, не только духовку открыть нельзя, дышать нельзя, дышать нельзя. Вот и куличи у нее, конечно, куличи она всегда приносила. Таких я не пробовала никогда. Пацана, подожди, потом тебя тут не резать, ты же скажешь, вырежи меня. Когда они в настроении у нас, Кирилл не хочет сниматься. Так, друзья мои, я пока отключусь. Напеку трубочек, хлеб поставлю, испеку, подключусь снова. Ну вот, друзья мои, трубочки. 44 штучки получилось. Получилось бы 45, но одну я запорола. Ну ничего страшного, я думаю. 44 штучки, это как раз то, что надо. Вот такие они у меня. Завтра они будут с кремом. Вкусные. Ну что, друзья, я жду хлеб. Я поставила хлеб. Друзья мои, подключаюсь, чуть не забыла. 55 минут прошло. Вот я через стекло смотрю, корочка запеклась. Обычно час держу. Ну вот час открылась, смотрю, вроде как бледненький. Но он должен пропечься. Так. Час бы, если бы даже постоял, думаю, ничего бы не изменилось. Так, а вот эта корочка почему-то получше пропеклась. Может масла было сверху на ней много. Ой, сейчас я вам покажу. Так. Хочу смазать маслом. Сверху. И посмотрим, как сейчас они. Да, это, наверное, у меня руки вот были масляные, да? Когда я тут выравнивала. Ну-ка. Конечно, хотелось бы сильнее бы мне пропечь. Ну, вроде бы ничего. Я думаю, что они пропеклись. Так, сейчас я попробую, друзья, их вытащить. Так, и что я сюда поставила? Я поставила не... Не туда, куда надо я поставила форму. Я же делаю, знаете, как обычно. Я делаю это вот так. Вот так. Либо на пельменную форму. Либо... Либо в основном на пельменную, чтобы воздух проходил. Хлеб сегодня поздно пеку. Ну что, опа, выскочила. Выскочила, друзья мои. Все нормально. Ну-ка. А это? Это потруднее. Давайте ей поможем. Ножом-то, конечно, не хочется. Может быть, ей постоять. Здесь-то вообще видно. Зазор есть. А вот здесь... Да нет, тоже есть. Если только дно... Сейчас посмотрим. Может, дно что-то там не так... А, не вытаскивается. Не вытаскивается. Не охота хлеба сейчас до конца ножичком проделаем. Оно по стенкам не прилипло. По стенкам не прилипло. Так. Опа. На дне немного. Сейчас покажу на дне. Ну, я думаю, что это первый раз. Вот на дне немножечко. Видите, чуть-чуть крошечки есть. Вот они и немного прилипли. Ну, ничего. Это первый раз формочка. А это прекрасно. Это вот прекрасно. И то я даже боялась, что вообще-то прилипнет. Вы посмотрите, а. Ну, как с магазина. Ну, какая прелесть. Ну, все. Теперь у меня будет не круглый, а такой нормальный классический хлеб. Внутри я уверена, что он пропекся, потому что тесто такое же. В основном формы по размеру такие же, как я и пекла. Только, ну, немножечко поприличнее может быть, да. Но захотим круглого. Круглый буду печь другой рецепт. Ну что, формочки я вынимаю. Мыть я, естественно, их не буду. Прочищу. Просто почищу. И уберу. Вот и все. Пока мыть не буду. В общем-то, я довольна. Нигде ничего не отвалилось. Все нормально. Для первого раза. Для первого раза у меня все хорошо. Да, хорошая девка. Ну что, мне надо ставить суп. Подогреваться. Конечно же, этот хлеб сейчас... Да, Коля поест из супа мы его горячий хлебушек. Я думаю, от него сегодня ничего уже, наверное, не останется. От горячего хлеба. Молока нет. Так бы он с молоком, как он говорил мы в детстве. Все время говорит только молоко, хлеб. Хлеб у них был вкусный. Раньше хлеб пекли такой. Молоко, хлеб, все, мы сыты. Сейчас поставлю подогреваться суп. И вот он у меня уже должен, должен подойти. Я сейчас накормлю их. У меня посуда уже намыта, в общем-то. И пойду я на улицу. Все, я тут нажарилась, напарилась. Я немножко должна проветриться, потому что у меня еще... Не обжечься бы мне здесь. Друзья, у меня еще пельмени. Хоть и немножко, но все равно я хочу их сделать сегодня. Завтра спокойно заниматься кремом. Так, ну все, друзья мои. Сегодня я с вами прощаюсь. Сегодня и так столько выгрузила роликов и про рыбалку. Спасибо за хорошие отзывы. Не думала, что понравится вообще, да. Ну, все, показывал Коле, все как есть. Вот, спасибо вам за все. До завтра. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok